Из книги «Открытым оком» том 15. Тема Лапкин книги. Вопрос 1956. По каким критериям, признакам, качествам вы отбираете стихи многих авторов для своих книг? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Я верующий православный христианин, верю искренне, 44 года уже, а Бога признаю с детства. Ясно, что сложился свой образ мышления. А так как я Библию держу за эталон, за непререкаемый авторитет и верю во Христа, как в своего личность, моего Спасителя, и верю в вечное блаженство и мучение вечное, то уже контур моих взглядов понятен. Но я православный, и это наложило свой отпечаток, и при том необычный. Опять же, все во свете Библии. Ищу всегда того, что послужит спасению моему и спасению любого читателя. Притчи 6.23 Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 1 Коринфянам 14.5 Чтобы церковь получила назидание. Из безбожных авторов никого не могу назвать подходящим к моему выбору. Они смешны и с огромными претензиями. Они все помешаны на слове в кавычках поэт по отношению к ним. И себя поэтами и поэтессами называют. Смешно и грустно. Это бездельники. Они ничего не умеют делать и буквально свихиваются на вычурнотость сравнений. Если уж такое слово в кавычках поэт есть, то оно применимо к властителям слова и к умершим уже. Поэт Пушкин, Некрасов, Гамзатов. В прекрасном переводе. Я Козловского и Энга Ребнева. Может быть чуть Евтушенко, Зементьев. Мне приносят со всех сторон книги стихов. И я их молочу днями и ночами. Выбираю и ничего не нахожу. Только что проверил стихи Маши Будаевой. 125 вершей. И взять ни одного не смог. Сказать, что они мне нужны, как про стихи Рубцова, нельзя. Ибо они о Боге, но они узкие и не расширяют горизонт слушателя. Нет оригинальности видения, как у Пастернака Бориса, у Грегора Нарекатса, Семена Натсона. Секта – это узы взгляда на их. Но у сектантов она опирает в каждой строчке. Они не могут выйти за шоренность своей сектантской ступеньки. Они могут простоять со своей засушенностью годами, так и не посмотрев, что впереди еще тысячи восходящих ступеней. Другая книжка из 56 стихов «Контраст» Николая Шаталовского смог взять полтора стихотворения только. Страница 7-11, запятая 39. А из 73 стихов Николая Рубцова не смог взять ни одного, но в кавычках образец даю для ознакомления. До конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста перед этой желтой, захолустной стороной, березовой моей, перед Нивой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей, Перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, Перед всем старинным белым светом я клянусь, душа моя чиста, Пусть она останется чиста до конца, до смертного креста. Жил грешно и умер смешно, о какой чистоте может говорить пенчушка бездельный, грубияный скандалист, И потому все ложь, и никогда никто не будет стремиться к аморфной чистоте. 1 Иоанна 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Без Бога и Иеговы какая чистота! Иса 1,25. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу тебя примет, и отделю от тебя все свинцовое, и реме 33,8, и очищу их от всего нечестия, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня. 1 Иоанн 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Успеть бы заготовить то, что надо, до первых настоящих колодов. Метель зарядит на неделе к ряду, не подготовишься, считай, замерз, готов. Кто жир подкожный, кто и в кладовые старался отложить на черный день, дни ясные для этого ловили, чтоб было что и при нужде одеть. Все говорит, советует, кричит, что ясные дни все меньше, рядом осень, то паспортов замена и ненен и чип насилуют и бьют, совсем не просят. Метутся, спрашивают, как нам быть теперь, куда податься грешным православным, как обойтись без роковых потерь, любую акцию властей спустить бы плавно. Но там антихристы, животолюбцы, звери, не просто звери, дикое зверье, над ними вил, пред теча, рот ощерил, на непокорных топает, орет, пока предзимье, осень и чуть-чуть, зимы вторжений инстинктивно чуем, не подготовишься, ворвется карачун, замерзнем, как голодные печуги. Читайте Библию, молитесь постоянно, опасности избегать, искушений, не оплошать и обойти бы ямы, не стать бы извергом добычи и мишенью. Ворожденно свыше вечная весна, томвение Духа Всесвятого, деревья плодоносные допоздна, благословение взаимное от Бога, пока еще Евангелие с нами, заучивайте, отлагая в память, потом из знаний поднимите знамя, боясь к словам Христа прибавить и убавить. 18 января 2006 года Игнатий Лапкин